Либо как ты вообще тренируешься с ним? Сейчас я тренирую, пацаны, клики. Отлично, что-нибудь ещё? Смотрите, есть такая тема, заходите сюда, диспетчатся тач. А сколько времени сидеть и настреливать? Так, я стреляю минут, наверное, пять. Хе-хей, здраво, дружище, с тобой здесь Серёга Сайбербанана. И ты часто меня спрашиваешь, как тренироваться как проигрок. Сегодня, за пример, возьмём Моноси, и он расскажет тебе, во-первых, о секретных настройках Counter-Strike, о том, где он тренируется и как тренируется. И в конце видео ты мне скажешь, Серёга, я пошёл поднимать свой скилл. Поэтому с тебя лайкус, начинаем. Ага, там ещё два. Ты посмотри, как он тащит. На самом деле, я за ним наблюдаю достаточно давно. Скажу так, он молодой агрессивный игрок, который знает, что нужно делать в той или иной ситуации. И всегда, практически всегда выходит победителем. За это мой отдельный респект, дружище, двигайся дальше, я уверен, у тебя всё получится. Катал, кстати, я на конфиге Моноси и скажу одно. Это реально офигительный конфиг, который тебе сразу поднимет скилл. Просто попробуй, ссылочку найдёшь в описании, заодно и посмотри там видосик. Лайкусик поставь. Тем временем движемся в секретные настройки Counter-Strike, где Моноси расскажет всё более подробно. Что у меня стоит? Регулярка настройка изображения с каким-то просмотром. Производительность. Это для того, чтобы буст какой-то к FPS. Кстати, хочу отметить, это реально хорошая тема. Моноси, продолжай. Регулярка настройки работы. GP во весь экран. Замягчение режима масштабирования задания для игры программ. Вот так вот должно стоять. То есть, изменить разрешение. У меня 240 Гц и у меня DisplayPort. То есть, у меня Моник Бэнк Икс Л25-46. Далее. Цифровая нациненность у меня 50. Но у меня в мониторе стоит Color Vibrance 20 и Black Collider 20. То есть, у меня немножечко настройки другие. Так, спасибо. А ты можешь более подробно рассказать про параметры 3D? Как я понял, он поставил настройки, которые ему посоветовали и у него все заработало. Моноси, расскажи, дружище, какие у тебя параметры запуска и какие-нибудь еще фишечки. Заходим сюда. Пишем. У нас же свойство. У нас есть параметры запуска. Здесь у меня вот так вот. Антрас это сделать для того, чтобы OBS захватывал картинку в CS. Отлично. Что-нибудь еще перед тем, как расскажешь о своей тренировке? Смотрите, есть такая тема. Заходите сюда, диспетчерство тач. Заходите в подробности. Крутите вниз. Видите CSGO EXEC. Нажимаете задать сходство. И здесь выключаете CP0. Видите CP0? Выключаете, галочек убираете. И так каждый раз, когда вы заходите в игру в игру, в CS, вы заходите в депетчерство тач и нажимаете вот сюда. Поняли? Выключаете. Ну, вот это вот. Выбираете и выходите. Вот это не надо ставить, пацаны. Вот это не надо. Просто выходите потом. Далее нужно зайти вот сюда. Вот сюда свойства. Локальные файлы. Прикрутите вниз. Видите CSGO EXEC. Нажимаете свойства. Совместимость. И отключаете оптимироваться во весь экран. Я не знаю, зачем это надо. Но вроде, чтобы быстро сворачивались. Ну вот, ребят, Монесси рассказал подробно, какие настройки нужно выставить. А теперь давайте у него спросим, как нужно правильно тренироваться, чтобы достичь таких хороших результатов. Кстати, я себе пару скинцов тут поднял. Знаешь, как я это сделал? Залетаем на сайт hellstore.net. И сегодня я лично хочу покатать на Коинфлипе. Что такое Коинфлип? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. Шансы примерно 50 на 50. Поэтому сразу сюда залетаем и выбираем, ребят, примерно за... Вот, смотри, кстати, полтора бакса. Давай-ка мы попробуем. Окей. И сразу же парнишка Дер Алекс готов с нами биться. Хорошо? Давай посмотрим, на что он способен. И я уверен в своей победе. Так, монеточка родная. И... Ха-ха-ха-ха-ха, конечно. Победа за мной. Ну и также подгонщик лично для тебя. Зайди на сайт hellstore.net, введи промокод cyberbanana, как название моего канала, и получи 60 центов себе на счет. Испытай свою удачу. Ссылочки в описании. Мы находимся на карте Казвхаб. Здесь есть куча модов. Movement, WarMap, Challenge, Prefire. И даже так же тут можно выбрать целых каких-то команд. Ни в коем случае не хотел перебивать Monossi, но на эту карту также у меня есть отдельное видео. Ссылочка найдешь в описании. Давайте я расскажу, что я делал, когда захожу на эту карту. Когда вы спавнитесь, у вас сразу же включен режим WarMap. То есть, мод WarMap. И я стараюсь просто побивать баток. Хотя бы минут пять. Но перед этим, перед этим, как я захожу сюда, я захожу сначала на БХОП. Сразу такой вопрос, а где БНИХОПить? На этой карте, либо на каких-то других серверах? Может подскажешь что-нибудь? На БХОП именно не здесь, а именно на каком-то сервере. То есть, например, на Собиршоке, да. Можно взять Собиршок, БХОП. И там будет у вас БХОП. И я там БХОПли минут 20, может быть 15, перед тем, как заходить вообще сюда. Кстати, у меня многие спрашивают, а почему именно БНИХОП? БХОП помогает тем, что когда вы БХОПите, вы, то есть, водите по всему ковру. И вы начинаете чувствовать сенс, привыкаете к своей сенсе. Ну и вообще, в принципе, просто разгоняйте руку. Первое мы записали. Это БНИХОП. Первые 10, 15, 20 минут. Отлично. Что дальше? Далее я захожу сюда и уже стреляю по ботам. Да. На карте я стараюсь не авантапить, то есть, как-то переводить, спрей, спрейить, оставлять бурстом, но в при этом случае я авантапаю. А сколько времени сидеть и настреливать? Так, я стреляю минут, наверное, 5. Можно даже где-то тропнуть, там, 300 фрагов. Огонь. Записали первое. Это БНИХОП примерно 20 минут. Потом пострелять по ботам это примерно 5 минут. Дальше что? Далее я уже перехожу на другой мод. Это на мод РАШ. На вас бегут 6 ботов из разных углов. И у вас есть КАРЕН СТРИК, ТЕКУЩИЙ СТРИК и БН СТРИК. На этом моде я тоже где-то минут 5 развлекаюсь, так скажем. Также, ребят, пытайтесь на этом моде тоже переводить спрей. К примеру, из этого угла переводить спрей сюда. К примеру, это тоже помогает. Пока ты там записываешь, скажу тебе одно. Если ты подпишешься, поставишь лайк, напишешь любой комментарий и одного друга на канал ко мне пригласишь, то я тебе разыграю две сотки в следующем видео. А с прошлого ролика две сотки забрал вот этот парень. Далее, после этого мода, я перехожу на мод ШАФЛ. Но этот мод вышел совсем недавно. Здесь боты бегают, это вот в чем преимущество. Это улучшает вашу наводку, так скажем. То есть они двигаются и вы в движении наводитесь на них. Это очень круто. Можно личное мнение, я считаю ШАФЛ лишним. И сам Моноси говорит, что он уделяет крайне мало времени этому режиму. Но сейчас он расскажет о более интересных режимах на этой карте. Далее есть челленджи и префайеры. На челленджах, конечно, уже мало. А вот на префайерах... Префайеры это там, где стоят боты, то есть в флотных позициях. То есть на тачке, например, на мешках, в КТ, в руинах и под единицей. К примеру, по тройках, темных. И вы должны их префить. То есть учиться выходить, например, широким, либо ближним стрихом и убивать их. К примеру, вот так. Вот, 35 секунд. И это я слушаю селф пока. Я знаю, что в этих префайерах есть даст, есть инферно, есть уверпасс, есть кэш. И сколько надо там тренироваться? Можно так, например, по 4 раза в день играть эту карту. Тут, конечно, не все карты, но все равно она помогает. Ну я понял. Тут немножко на планету пострелял, там на планету пострелял, запомнил, где кто стоит и как можно быстрее всех перебил. Окей, здесь я понял. Но я уверен, что не только этой картой ты обходишься. Что у тебя еще в запасе? После карт с мастерской CSGO Hub я иду на какой-то из демов и пытаюсь настрелять, не знаю, там, может быть, 200 фрагов с Калаша, 200 фрагов с Аликом. Дем я выбираю Собершок, потому что всегда куча народу играет на демах. И можно выбрать либо дем, зайти и развалить. А ты можешь залететь на дем и рассказать какие-то некоторые фишки, которые нужно нам всегда делать, чтобы улучшить свой скилл? Демчик нужно играть так, как будет играть на пагах, на каких-то матчах. Ну, так же все прочекивать. Не просто бежать там стрелять, у виду противника стреляет. Да, можно что-то прочекать, там. Перевести спрей вот так вот. Попробить другого чувака. Ну, здесь мы все поняли, ты отыгрываешь максимально потно на деме, как будто собираешься взять чемпионат мира. Но мы все знаем, что ты любишь АВП. Расскажи, может, какие-то фишки есть на демчике с АВП? Либо как ты вообще тренируешься с ним? Сейчас я тренирую, пацаны, флейки. На демах, пацаны, старайтесь сдать как нам нужно больше фрагов. Ну, то есть, к примеру, с одной позиции, к примеру, я с ямой, да. Могу раскрутиться, убить яму. Убить скамью, к примеру. Да, раскрутиться еще раз. Убить. Вот у меня уже 7 фрагов. И старайтесь сделать, можно больше. Как-нибудь, ребят, залетайте к нему на стримы. Реально, ты можешь узнать очень много интересной и полезной информации. Давайте подытожим это видео. Во-первых, мы посмотрели его настройки. Во-вторых, мы посмотрели, как он разминается. И как тренируется в целом. Я считаю, это видео достойно твоего лайка и подписки тоже. Все ссылки на Monoset ты найдешь, конечно же, в описании. Поэтому, Серега, был с тобой. Давай, пока-пока. И посмотрел это годное видео. Я тебе говорю, там тоже интересно. Субтитры сделал DimaTorzok